Библейский портал экзегет.ру представляет Это видео записано для сайта экзегет.ру. Сейчас мы с вами рассмотрим содержание второй главы второго послания апостола Петра. Для того, чтобы ее изучение было более плодотворным, мы обязательно должны сравнить содержание этой главы с посланием апостола Иуды, поскольку в этих двух произведениях мы видим очень серьезные, не только смысловые пересечения, но мы можем заметить, что авторы, скорее всего, пользовались произведениями друг друга. Если говорить более точно, то что кто-то из них заимствовал часть примеров выражений и мыслей у другого. Но пока выводы мы делать не будем, мы постараемся их сделать в конце главы в качестве гипотезы, но об этом нужно знать, что совпадения и пересечения между этими двумя посланиями они отнюдь не случайны. Они касаются не только отдельных слов, выражений, примеров, но что, на мой взгляд, более важно, речь идет о неких блоках мыслей, об определенной логической последовательстве мыслей, которая тоже воспроизводится. Потому что мы так или иначе можем высказывать тельные суждения и мысли, они могут у нас совпадать, но очень редко совпадают логические цепочки рассуждений, особенно если они заключают в себе ряд последовательных мыслей, одна из которых вытекает из предыдущей. Но я сейчас позволю себе перейти непосредственно к обзору этой главы и непосредственно к примерам подобного рода сопоставлений. Прежде всего следует сказать, что тема этих двух сочинений одинакова. Речь идет о неких псевдо-христианах, о лжеучителях, о еретиках, вернее, и о тех, кто особым образом искажает христианское учение. Интересно и то, что характер этого искажения, он как у апостола Петра, так у апостола Иуды одинаков. Я сейчас позволю себе прочитать характеристику вот этих лжеучителей. Итак, что говорит апостол Петр? «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучителя, которые ведут пагубные ереси, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель, и многие последуют их разврату». Я хочу обратить ваше внимание на ключевые фразы в этом пассаже, что, во-первых, эти лжеучителя будут отвергаться искупившего их Господа, и вторая ключевая фраза про их разврат. Что же пишет апостол Иуда? «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Вот первое совпадение. В одной и той же связке идут три мысли. Первое. «Что и раньше были подобного рода лжеучителя». У апостола Петра это выражено в следующих словах. «Были и лжепророки в народе», имеется в виду в народе израильском. А у апостола Иуды эта мысль выражена несколько более обтекаемо, что это люди издревле предназначены к сему осуждению. То есть эти явления по мысли апостола Иуды были давно. Здесь мы видим совпадение мыслей апостола Петра и апостола Иуды. Дальше. Следующая характеристика этих лжеучителей. Апостол Петр говорит, что они отвергаются искупившего и Господа. И в связке этих же мыслей апостол Иуда говорит, «отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». И третья характеристика. Апостол Петр пишет, «И многие последуют их разврату». А апостол Иуда дает более глубокое осмысление, что речь идет не просто о разврате, а что у этого разврата были, как это не парадоксально звучит, некие богословские основания. «Обращают», пишет апостол Иуда, «благодать Бога нашего в повод к распутству». А о чем здесь идет речь? А именно о том, что благодать Божия, то есть милосердие Божие к нам, весть о том, что мы спасены благодатью Божией, а не делами закона, о чем пишет апостол Павел, эти люди истолковывали, ну скажем так, в таком нравственно-релятивистском или в нравственно-минималистическом отношении. То есть, очевидно, весть о спасении позволяла им совершить те или иные грехи. Наверное, они рассуждали, коль Господь спас нас помимо наших дел, то и соблюдение заповедей оно не обязательно. Если мы с вами попытаемся понять, о какой конкретно ереси идет здесь речь, то, скорее всего, под эту характеристику подходит одна древняя ересь, это ересь так называемых Николаитов, о которой упоминается в апокалипсисе Иоанна Богослова. И, ну, согласно тем сведениям, которые мы имеем, отчасти гипотетическим, именно Николаиты, они истолковывали в неверную сторону вот весть о прощении и о спасении благодатью, находя в этом повод, ну, скажем так, не очень строго относиться к своему нравственному, духовному состоянию. Вот это совпадение, как мы видим, оно не случайно, и оно прослеживается на ряде ключевых моментов. Но пойдем с вами дальше. Апостол Петр пишет, «И через них пусть истины будет в поношении». То есть они показывают собой дурной пример христианина. «И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет». Один из мотивов действий вот этих людей, о которых говорит апостол Петр, это любостяжание, то есть любовь к богатству, к тем или иным материальным благам, как движущий фактор вот их деятельности. Не хочется отходить от Бога, но и не хочется лишать себя удовольствия этого мира, поэтому, очевидно, в каких-то моментах христианского учения они смогли найти для себя вот такую лазейку. Следующий пример почти дословного совпадения между писаниями Петра и Иуды – следующий. Апостол Петр сравнивает этих лжеучителей с падшими ангелами, осужденными Богом. Итак, что говорит апостол Петр? «Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания». Итак, мысль здесь следующая, что Господь ангелов отпавших не пощадил, а эти ангелы связаны узами адского мрака, ну, адский мрак, вообще мрак по толкованию святых отцов. В данном случае я сошлюсь на объяснение преподобного Максима, исповедник – это мрак неведения Бога или неподлинного ведения Бога. Для чего они связаны узами адского мрака? Чтобы они ждали, ожидали своего суда и последующего наказания. Что пишет апостол Иуда? «И ангелов, не сохранивших своего достоинства». Здесь апостол Иуда вместо выражения у Петра согрешивших, заменяет не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище и дальше соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Здесь мы с вами опять видим повторение мыслей. Да, это повторение, оно достаточно творческое, но все основные смысловые точки, они здесь соблюдены. Итак, лжеучителя сравниваются с падшими ангелами, да, и падшие ангелы, они связаны узами и у Петра, и у апостола Иуды. Характеристика их состояния – это мрак, и еще один момент совпадения, что они сохраняются на суд для наказания. Вот опять три основные смысловые точки, которые совпадают и у Петра, и у Иуды. И, конечно, это вновь и вновь позволяет нам говорить о заимствовании. Далее апостол Петр приводит пример, который не встречается у Иуды. «Ибо если не пощадил Господь Первого мира, но восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых». Еще один момент сравнения вот этих лжеучителей, апостол Петр сравнивает вот с тем человечеством, которое пришло в состояние не просто нераскаяния, а как мы читаем повествование о потопе, «Господь говорит, не может дух мой пребывать в этих любодьях, ибо они стали плоти». То есть, по сути дела, они потеряли свое человеческое достоинство, став подобное животным. И вот поскольку речь идет о том, что эти лжеучителя были подвержены разврату, то эта характеристика, она здесь вне времена совпадает. Дальше. И апостол Петр, и апостол Иуда приводят пример наказания Содома и Гоморы. Итак, апостол Петр пишет, «И если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, Господь превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам». Тот же самый пример приводит, и опять-таки в отношении лжеучителей приводит апостол Иуда. «Как Содом и Гомора и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иной плотью, подвершись казни огня вечного, поставлены пример». Что здесь важно? Что здесь непросто. Эти лжеучителя сравниваются по своим нравствам и качествам жителями Содома и Гоморы. И там, и там заключается мысль, что Господь осудил эти города. И опять-таки третий момент совпадения, что их наказание – это пример для будущих грешников. Тоже, я повторю, здесь мы видим явное совпадение. Но у апостола Петра пример с наказанием Содома и Гоморы, он изложен в более пространном виде, поскольку апостол Петр здесь упоминает не просто об этих городах, но и о праведнике Лоте, который мучился своей душой и страдал, видя, насколько вокруг него процветает грех и неправда. «О праведного Лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными», то есть в крайней степени развратными, «Господь избавил». «Ибо этот праведник», и вот дальше апостол Петр пытается раскрыть вот эти внутренние переживания, Лота, его внутренний мир, «живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные». То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. Хочу также заметить, что апостол Петр неоднократно повторяет одну и ту же мысль, что воздаяние за зло, оно только еще грядет. Как бы намекает христианам, что не ждите, что непременно в этой жизни уже будет наказан грешник. Эта жизнь не показатель. Дальше. Апостол Петр продолжает давать характеристики этим лжеучителям. И я сейчас приведу его слова, и, конечно же, приведу параллельные мысли апостола Иуды. «Наипаче тех, которые идут вслед скверных похоти плоти», пишет апостол Петр, «презирают начальство, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших, тогда как ангелы, превосходя их крепостью и силой, не произносят на них пред Господом укоризненного суда». Вот интересные мысли, которые здесь содержатся. Во-первых, что эти люди идут вслед пожеланий или похоти плоти. Второй момент, что они дерзки в отношении власти. Вот снова мы видим момент некого искаженного истолкования христианской свободы. Это, прежде всего, свобода от греха, но, очевидно, эти люди говорили в том числе о свободе как противлении существующим общественным порядкам. И следующий момент, который содержится у апостола Петра, что ангелы, будучи приближенными к Богу, будучи наделенными от Бога превосходной крепостью и силой, не дерзают перед Богом осуждать этих людей. А вот эти люди, они, в свою очередь, не боятся осуждать никого. Что же пишет апостол Иуда? Так точно будет и с этими мечтателями. Как будет? Ну, то же самое, как с Содомом и Могоморой. Которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь. А эти злословят то, чего не знают. Замечу, что вот этот каскад рассуждений и умозаключений у апостола Петра полностью повторяется у апостола Иуды. Повторяется мысль, что эти люди оскверняют свою плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти, то есть выступление против государственного порядка, и апостол Иуда весьма своеобразно тоже ссылается на пример ангелов. Но если апостол Петр говорит в общем смысле, что ангелы даже не терзают осуждать этих грешников, апостол Иуда берет здесь конкретный пример, он ссылается не на ангелов всех, а на архангела Михаила и приводит пример из одного древнееврейского апокрифа, одно из названий которого вознесения Моисея. И в этом апокрифе есть сюжет, где дьявол спорит с ангелом о теле Моисея, что оно должно принадлежать ему, и вообще Моисей должен принадлежать ему. Почему? Потому что, как мы помним, Моисей за однажды проявленное маловерие был наказан Богом за то, что не поверил, и поэтому он был наказан тем, что он не смог войти в землю обетованную. Прок Моисей. И апостол Иуда приводит этот пример в том же ключе, что и апостол Петр. Не дерзнул даже ангел, архангел Михаил осудить сатану, но просто сказал, да запретит, то есть да воспрепятствует тебе Господь сделать это. Хочу, мне кажется, сделать здесь очень важный такой вывод, промежуточный вывод. Мы с вами видим несколько примеров совпадений между Петром и Иудой, и они касаются не только выбранных примеров или мыслей, но мы видим, что если у апостола Петра мысли идут в определенной связке, то эта же самая связка повторяется у апостола Иуды. Это позволяет нам зачастую говорить не просто о восприятии апостолом Иудой, вот я тут, извините, несколько забегаю вперед, мысли апостола Петра, но может быть отчасти и речь идет о заимствовании текстуальном и о последующей творческой переработке. В связи вот с теми мыслями, которые сейчас изложил, вот с этим отрывком, который говорит о том, что ангелы не дерзают осуждать, и у апостола Петра и апостола Иуды за этим следуют похожие пассажи. Что пишет апостол Петр? «Они лжеучителя как бессловесные животные, вводимые природой, рожденные на уловление и истребление, злословие то, чего не понимают». Помним фразу апостола Иуды, а не злословие то, чего не знают. «Злословие то, чего не понимают, в растлении своем истребятся». Что пишет апостол Иуда? Что же они? Они по природе как бессловесные животные. И Иуда, подобно Петру, сравнивает эти люди с бессловесными, то есть с животными, которые не имеют человеческого ума. Здесь речь идет не только о даре речи, потому что речь всего лишь проявляет ум человека. И они расцлевают себя. Та же мысль о саморастлении она содержится и у апостола Петра. Мы, конечно, будем приводить сейчас еще примеры подобного рода совпадений, но я думаю, что их уже достаточно, чтобы убедить нас в очень тесной связи этих двух посланий. Апостол Петр пишет дальше. «Они получают возмездие за беззаконие и они полагают удовольствие во вседневной роскоши». Повторяется мысль, уже однажды сказанная, что эти люди, они считают, что их вера позволяет им наслаждаться роскошью. «Срамники и сквернители они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами». Прошу вас запомнить вот эту фразу о том, что они пиршествуют с вами. Что значит пиршествуют с вами? Древнехристианское богослужение обязательно предполагало трапезу. И апостол Петр говорит о том, что эти люди, они входили в христианские общины того времени. Они жили среди христиан, принадлежали христианской церкви, но по своим мировоззрениям они далеко отстояли от Евангелия. А вот что пишет апостол Иуда. «Таковы бывают соблазном на ваших вечерях любви». Вечеря любви или агапа – это название древнехристианского богослужения, в центре которого была евхаристия, то есть таинство причащения, молитва и совместная христианская трапеза. «Пиршествуя с вами без страха уточняют себя». Вспомним слова апостола Петра. «Они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами». Тоже пример явного совпадения. Дальше. Апостол Петр сравнивает этих грешников стихиями. И вообще надо сказать, что апостол Петр намекает на то, что эти люди, если мы будем подводить общий знаменатель, они руководствуются прежде всего инстинктами. Именно поэтому мы видим такие образы, взятые из природы, из мира природных стихий. «Это безводные источники», пишет апостол Петр. «Облака и мглы, гонимые бури, им приготовлен мрак вечной тьмы». А вот что пишет апостол Иуда. «Это безводные облака, носимые ветром». Вспомним фразу апостола Петра. «Это безводные источники облака и мглы, гонимые бурей». «У Петра гонимые бурей, у Иуды носимые ветром». Ну, как облака носятся ветром, так эти люди носятся безвольно, гонимый ветром и бурей своих собственных греховных пожеланий. Но, надо сказать, что апостол Иуда этот пример несколько расширяет. Он здесь размышляет более витиевато. Это безводные облака. Интересно, что апостолы Петра безводные источники, но смысл очень близкий, то есть что-то, что должно давать воду, а ее не дает. И у Петра это источник воды, но он без воды. Путник приходит к нему, а напиться нечем. А у апостола Иуды безводные облака, то есть облако висит, а дождя нету, поэтому урожай засыхает и люди умирают. Но у апостола Иуды есть пример, которого нет у апостола Петра, но я его приведу, поскольку он как бы находится в общем русле с этими рассуждениями. Они осенние деревья, бесплодные, дважды умершие и исторгнутые. Что значит деревья дважды умершие, а именно потому, что они были исторгнуты, то есть вырваны из земли. Это одна смерть, они засохли. А вторая смерть, то, что они не имели плодов. Так и христианин, который не имеет плодов духовных, он тоже может называться духовно мертвым. Далее свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, пишет апостол Иуда, звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки. И если заключительная фраза полностью совпадает с фразой апостола Петра, им приготовлен мрак вечной тьмы, у Иуды соответственно, им блюдется мрак тьмы навеки, идентичное абсолютное выражение, то вот эти два примера, когда апостол Иуда сравнивает этих лжеучителей с бесплодными деревьями и с морскими волнами, они отсутствуют у апостола Петра. Можно, конечно, здесь и существует разное интересное толкование этих примеров, но я думаю, что мы вернемся к ним, когда будем комментировать послания апостола Иуды. Здесь, поверьте, есть о чем поговорить. Еще один пример, на который ссылаются в характеристике этих людей и апостол Петр, и апостол Иуда, это пример лжепророка Валаама. Вот что пишет апостол Петр. «Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную, но был облечен в своем беззаконии, бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка». А апостол Иуда пишет следующее. «Горе им, потому что идут путем каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как корей». Если у апостола Петра приведен пример только лжепророка Валаама, то апостол Иуда, используя этот пример, я настаиваю, что это именно использование примера взятого у Петра, потому что и Петр, и Иуда в данном случае говорят о том, что лжепрок Валаам прельстился деньгами. Но апостол Иуда распространяет этот пример, ссылаясь в том числе и на Каина, первого человека, убийцу, и на Корея. Что же касается Валаама, здесь, я думаю, что уместно вспомнить, откуда взят этот пример. Это 22-23 главы книги чисел, и сюжет там достаточно простой. Царь Мавитян Валак попросил пророка Валаама проклясть израильский народ. Но вместо проклятия лжепророк Валаам против своей воли действием Духа Божия наоборот благословил израильский народ. А что это за бессловесная слица, которая проговорила человеческим голосом? Я думаю, что вам будет интересно самим это прочитать, но суть истории именно в следующем, что когда лжепророк Валаам ехал на свои ослицы, чтобы проклясть израильский народ, ангел Божий не давал этой ослице проехать, и каждый раз она сворачивала, а лжепророк ее бил, пока в конце концов не произошло чуда, и она не сказала ему, зачем ты меня бьешь, ведь я никогда так с тобой не поступала, я всегда ехала, шла туда, куда ты говорил, и это был такой отрезвляющий момент для Валаама, и пример того, как зачастую в том числе и животные, они против, восстают против неправды и показывают пример безумному человеку. Далее апостол Петр пишет, ибо произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Та же мысль она содержится у апостола Иуды. Он пишет, уста их произносят надутые слова у апостола Петра, надутые пустословие, у апостола Иуды надутые слова. Далее продолжает апостол Петр, обещают им свободу, будучи сами рабы тления, ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Здесь в этих словах апостола Петра находится подтверждение нашей догадки, что суть этого лжеучения была в извращенном, неправильном осмыслении учения о христианской свободе. Ибо если избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, то есть приняв крещение, покаявшись, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последний бывает и таковых хуже первого. Лучше бы, говорит апостол Петр, и не познать им путь правды, то есть истины, нежели познав возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Вот этот пример, он очень важен, потому что, как мы видим, дьявол может соблазнить человека разными способами. Когда дьявол понимает, что человеку трудно внушить нечто бессовестное, нечто явно греховное, то он начинает изобретать другую тактику. Он пытается склонить греху человека, но уже под видом благочестия. Вот это как раз то, о чем пишет здесь апостол Петр, а это значит, что мы должны относиться внимательно и серьезно к своим мыслям, не только дурным, но в том числе и испытывать наши даже добрые мысли и намерения. И завершает эту главу апостол Петр, ссылаясь на две пословицы. С ними случается поверной пословице. Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья вновь идет валяться в грязи. В конце рассмотрения этой главы мне бы хотелось все-таки высказать гипотезу, каким образом объяснить вот такие специфические, не просто совпадения, а специфические совпадения между писаниями апостола Петра и апостола Иуды. Но я, наверное, предложу одно из самых простых решений. Возможно, оно не единственное, но, мне кажется, оно имеет право на существование, что, вне всякого сомнения, апостол Петр был авторитетом в раннехристианской общине, был первый среди равных ему апостолов. И нет ничего удивительного в том, что апостол Иуда, а кто он такой, это апостол Иуда, как он сам называет себя, брат Иакова. То есть речь идет о так называемых родственниках спасителя, потому что апостол Иаков, не из числа 12, который оставил нам послание, и апостол Иуда, его брат, это были сыновья Иосифа от его первого брака, ибо, как мы помним, Иосиф Обручник был вдовцом и принял в свой дом Марию, уже будучи пожилым человеком, и имея до этого детей. И нет ничего удивительного в том, что апостолы, они учились у апостола Петра и вполне без всякого созрения совести могли повторять его проповедь, пользоваться его проповедью, если видели в ней нечто удачное. И мы видим, что в данном случае здесь речь все-таки о творческой переработке. Апостол Иуда, он обогащает мысли Петра своими собственными примерами, ссылками на источники. Не только ссылается на апокриф о Моисея, он ссылается на апокриф Еноха, но мы сегодня не рассматривали это, поскольку вернемся к этому в свое время, когда будем изучать послание апостола Иуды.